А мы поехали в Техас. Будем что-нибудь снимать. Привет, Эрика. Мишка. Да, с Мишкой поехали в гости по делам. Короче, у нас есть там несколько задач на этот Фьюстон. Ну ладно, все, поехали. Все, мы поехали из Глендейла. Мы из Лос-Анджелеса, короче, выезжаем. Да. Выезжаем мы. Будем ехать. Сколько там? 20? Это до Далласа. Ну, короче, лету 22 часа. Будем в Тиме примерно 2 дня. Ну, там 2 с половиной, может быть. Мы выехали, правда, проздно вообще, капец. Уже 5 часов вечера. Мы выехали. Ну да, надо окно, кстати, помыть. Что-то капельки. Пока, Лос-Анджелес. Мы поехали в Хьюстон. Мы еще не выехали из Савея. Тут пробка была вообще дикая. Но сейчас вроде уже лучше. Ну, надо подчистить. Да, значит, не подчистить. Примерно вот так выглядит одноэтажная Америка. И она повсюду так выглядит. Кроме даунтаунов. Но зато здесь есть такие пора красивые. И природа. И кувшин. Торговая плаза в Америке. Там много-много магазинчиков. Несколько даже площадей таких. Торгуешься и идешь. Магазин, который тебе нужен. Как-то вот так вот. В Калифорнии идет обычно желтые поля. После лета все убирает. Достаточно рано. Наверное, где-то в мае уже начинают желтые поля появляться. После зимы они зеленье. Но по зелени после дождей. Ну, короче, далеко мы не уехали. Проехали, наверное, миль 30-40 максимум. В пробки тащились, наверное, часа два. Очень долго, короче, получилось. Сейчас заехали уже все голодные. В чипотал покушать. Ну, как, в чипотле мы забрали еду. Сейчас будем в машине кушать. И поедем, наверное, дальше. До ближайшего отеля. Я так посмотрела. Часа три-четыре ехать. К подружке поедем. Я не знаю, как я живу. К подружке поедем в Техас. Вот. Дня... Ой, часа два-три... Нет, три-четыре часа ехать. И вот там уже будет отель. Это будет уже штат Аризона. Прям только-только мы заедем. И сразу этот отель стоит. На границе двух штатов. В Калифорнии, Аризона. Поэтому, скорее всего, там остановимся. Потому что раньше вообще, по-моему, ничего толком нету. Вот. А завтра уже поедем дальше. На границе восстановимся. Да. Не поспимся, а мы... И поедем дальше. Да. Так что такие дела. Будем еще вас держать в курсе, что и как у нас дальше будет складываться дорога. Все, мы заселились. Проехали совсем немного. Мы еще в штате Калифорния, конечно. Нашли поближе гостиницу. Все-таки не поехали до Аризона. Потому что уже уставшие. Мы сегодня в 5.30 встали всей семьей. Поэтому мы что-то решили все-таки. Ладно. Остановимся, отдохнем. И завтра уже спокойно, хорошенько так проедем. Вот. Сейчас покажу наш номер. Он ужасный, конечно, вообще. Но он стоит 60 долларов всего. Это... Эрика. Hotel Six. Как обычно. Мы обычно в них остановимся. Нам, в принципе, устраивает. Но вот именно это место, конечно, вообще раскачу. Сейчас покажу, переверну камеру. Тут же сразу... Эй, это я. Тут сразу вот полотенце всего. Такое вообще небольшое совершенно. Там большое окно, вот всю стену. Тут туалет с ванной, как бы. Ну, все такое прям вообще пошарпанное. Хотя мы просили некурящий номер, но он прям воняет. Ну, ладно, как бы. Одну ночь мы переспим и поедем дальше. Короче, мы уехали из того номера, забрали деньги. Нам, ну, без проблем сделали возврат. Потому что номер, ну, правда, ужасный. То есть, 60 долларов. И он просто убитый. Потом мы сидели с Эрикой, там, только пришли. Еще не успели даже разложить сумки. Пополз таракан, короче. Я такая, все, нет. Я собрала шмотки, вышла. Супруг был в машине. Я говорю, все, возвращаем, идем деньги. Я нашла, говорю, отель прям вообще одна миля отсюда. Столько же стоит, там, на 10 долларов дороже вышло. Ну, короче, это пипец. Сейчас покажу вот сам номер. Гораздо чище и уютнее. Вообще и пахнет прекрасно. То есть, никто здесь не курит. Ничего не делают плохого. Тут еще и холодильник с микроволновкой есть. Кофеварка. В зеркало вы видели. Вот. То есть, намного, намного лучше. 70 долларов с чем-то получилось. Что же это за жизнь? Еще пылесосик. А, нет, это не бывает. Это утюг, доченька. Утюг. Тут фен, конечно, есть. Ну, это всегда. Тут все чисто вообще. То есть, нормально. Вот. Поэтому хорошо. Даже свет включается на датчик движения. Ну, в общем, да. Нам больше понравилось. Потому что здесь все чисто и цивильно. Так что все. Мы вот здесь сегодня. Река не может залезть. Высокая кровать. Мы сегодня здесь ночуем. Завтра поедем дальше. Три-ти-ти-ти-ти-ти. Все. Мы отправляемся. Поедем дальше. Сейчас зайдем в магазин. Что-нибудь купим. И поедем. Такие вообще все настики. Доброжелательные. Езжаешь, когда подальше куда-то в деревню. Тут едем по какой-то деревне. Где-то в Калифорнии. Тут, кстати, есть... Барустоп. Барустоп. Тут есть, кстати, вывески. Трамп 2020. Ну, то есть, как и предполагалось, что за Байдена это все в центре, эти развращенные люди. А тут в основном там пенсионеры живут, такие простые люди, простой народ. И они, конечно... И они, конечно, за Трампа. Это вот типичная Америка. Одноэтажная просто. Ничего такого. Поехали в Лас-Вегас? Лапа бывает зеленый. Да. Еще один зеленый. Раскрашивают. На поле. Зеленый. Лайвер. На поле. На поле. Уперед «ЛАС-Вегас». Верно. Какие-то залики, там, ко мне есть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я прогуляю в туалет DimaTorzok 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 Продолжение следует...